Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 828. Событие дня. За 21 марта 2018 года. Тут то же самое вверху пишу, но в названии ролика, если лишняя буква, точка уже не пропускает. Ну а полностью вот что, эпиграф какой. Псалом 34, 4 стиха. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они как прах при лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да улоит его самого. Да впадет в нее на погибель, а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Ну, это 3000 лет написано назад, мы псалтыр считаем, никто нам не запретит его считать. И вот здесь поднялся, у нас тут потеряевки один. Из чего? Все, арестовали, сидит уже теперь 15 дней далее, а дальше депортирует. А как депортирует? Посчитайте. Или этапно, или как. Иные на депортацию тратят уже 5 лет сидят, парятся. Чего-то не хватает, документов нет, выявляет государство с государством. Поднялся такую страсть, все было хорошо, давай, а надо им предавать. Ну, то есть полное, абсолютное беснование. Его поддерживают вначале, да он такой, все, дверь захлопнулась. Выкопал для меня яму, а попал-то в нее сам, сеть раскидывал. Друзья там нашлись, мы там тебе поможем, этот устарелый Игнатий. Ну, ты будешь у нас заменать для него. И он на полном серьезе все воспринимал. Ну, понимаешь, что это государственная власть, существует закона. Он сейчас облеплен со всех сторон этими знаками. Он даже ничего не может понять. Хотел, чтобы нигде у него и, наверное, не было. А как-то я по другим номерам буду гнать-то? Никак. Это сейчас вот сколько пропускных пунктов есть из страны. И везде его имя внесено. И ни через один не проедет. Он рассматривается как недружелюбный, а может, как враг. А дальше-то еще что будет? Будешь сопротивляться, лишнее слово на все замки закроет. Все, уже сидит. Думал это он? Нет. Хорошее было отношение? Очень хорошее. Но решил покурашиться. Все. Ну, считай, что путь их темен и скользок. То есть он не видел, что впереди. Поскользнулся. И ангел Господень да преследует их. Вот ничего нельзя сделать. И постыдятся, посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад, куда-туда, откуда приехал. Погонят. Прогони их. И что? И удалиться ссоры. И все. По-другому будет. Игнатий Лапкин. Благодарю за прошлое. И желаю вашего участия в новом деле. Вордовские проповеди выставить в Ютубе. Уже пошло дело. Так вот. Я написал всем. И Андрею Кричкову в Америке. Потому что у меня проповеди. Здесь 1300 проповедей. Которые в общей массе. Там их не найдешь. Где там и проповеди. Отдельные вопросы, ответы были. А здесь решил отдельные вопросы. И показываю, как. Вот седьмой том открытым оком. Чтобы страница была видна. Номер. И дальше. Нужна помощь. Если бы вы вышли на Виталия Калинникова. То он и программу даст вам. И все советы. Вот он. Калинников. Какой у него позывной. Это в Ютубе. В этом Скайпе. А материал я дам вам. Когда все у вас будет готово. Вот как эти ролики уже выглядят. И адрес на Скайп в Италию. Заходите к нему. А я дам книгу том. И там сколько проповедей есть. Все их обработать. И мне скидывать. Сохраняя их порядковый номер. Название проповеди. И страницу в данном томе. Парализован во славу Христа. Игнать Тихонович. Такой урост подписчиков. Это фейк. То есть пустышка. Этим хотят повредить каналу. С подписчиками должны расти просмотры. Игнатий Лапкин. При увеличении числа подписчиков. На одного человека. Число просмотров увеличивается на одну тысячу. Таков расклад постоянно. Что и видно по статистике. Сейчас у нас на 21.03.2018 года 16452 подписчика. И 16 миллионов 48 тысяч 207 просмотров. 452 подписчика. Ну попутно сказать. Давайте сейчас заглянем. Запомни сколько. 452. Ну 16 и 16 тут одинаково. Миллионов. А здесь тысяч. Но в тысячу раз больше просмотров. На каждого подписчика по тысяче просмотров. А здесь 48. 452.48. Мы сейчас откроем и посмотрим. 652. А сегодня? 545. Вот 100 подписчиков. 48. А сегодня? 109 тысяч. Ну понимаете. Вот так и идет. Как было. Я говорил. Такой расклад. Так примерно и сохраняется. Ну кто их. Мне подписчиков-то дал. Кто-то там говорят. Как-то накручивать. Я говорю. Зачем? Ну это вот у вас. Потому что стоит. Там деньги. Ну доступ имеет. Только два человека. С обоими беседы нет. Говорит. А больше. Кто будет мне. Поэтому каждый день 100 подписчиков. Вот сейчас. Последнее время пошло. Ну не верить. А чему тогда верить. Я гляжу на это. Ссылаются очень хорошие мастера. Вот Степаненко. Максим. Он сравнение там делает. Берет отсюда. Вручную не подсчитывает. Я вручную раньше подсчитывал. Ну это очень трудоемкая работа. Не знаю. Ну накручивает. Что я скажу. Это неправильная цифра. Ну как мне знать. Может и неправильная. Но при том. Не на миллион прибавляется. А именно вот так. На 100 человек. Регулярно. Ну почему. Так а тут сколько. Вот я сейчас открываю. Сколько подписчиков. Вот я толкнул. Тут показаны подписчиками. Подписчики. Теперь я выхожу на них. Начинаем беседовать. У которых есть. А они заходят. Беседуют. Живые люди. Притом разные. И заходят они по скайпу. Мы беседуем. Вот они. Тут Андрей такой. Там Сергей Маркин. Ну вот только пришли сегодня. Которая новая. Яращенко. Кирилл Шаповалов. Я еще открываю. Они не просто какие-то тень. Но именно люди живые. Они заходят на меня. И беседуем. Ну не все конечно заходят. Да мне и не надо это. Вот так. Не знаю. Ничего не могу не оспаривать. Ну какая выгода. Кому от этого. Чтобы кто-то сидел. Занимался. Вот они сидят. Тоня. Муж с женой. Заходят. И правда я их. Вижу иногда. Они заходят. И в друзья просятся. Ну вот так. Я еще раз говорю. Ничего не опровергаю. Я не специалист. Дальше. Геннадий Лапкин. Будем привыкать к христианскому образу своей жизни и внешне. Это зашла тут одна Марина. И с Украины. И вот она думает к нам приехать с девочкой своей Полиной. А я ей поясняю. Голова должны быть всегда покрыты платком. Волос не должен быть виден совсем. Грудь должна быть совершенно закрыта. И воротничок только так охватывает шею, как вокруг шеи, а не с вырезом вниз. Когда видно голое тело и гайтан. Шнурок от крестика виден. Непокрытая платком голова означает, что жена эта не имеет над собой власти мужа и не молится. Нету. То есть не замужем. Уже сходится. Дальше. А это немало дела и немалая беда. Вот власть и не молится. Это не просто так не молится. То есть или в церковь не ходит, или еще что-то полностью сходится. Притом вот я и пишу, а она уже биографию свою сказала, так и есть. Она одна, без мужа, в церковь там не хожу. Ну все сходится. 1 Коринфянам 11.1 Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу так же, чтобы вы знали, что всякого мужа глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Я стал говорить, а я, говорит, острижена, ну и правда у нее пострижена, как будто это мужчина какой. Не стыдно, говорит, стыдно быть? Не стыдно. Ну а дальше тебе еще и говорит, раз тебе не стыдно. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Главное, не говорит про образ. Образ и слава мужа. А жена, почему не образ Божий? Нету этого. Вот удивительно. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Анг, платок. Платок ангел, как будто так не видит без платка. Тебе не надо рассуждать. Тут написано, что ты без платка по стыжению в исходе до ангелов, говорит Иоанн Златоус. А ты этого не чувствуешь? Нет. Без платка хорошо, а то волосы там. А мусульмане чувствуют это. Повторяю, тысячу триста лет. Ни одна мусульманка, если она мусульманка настоящая-то, она не будет грудь открытой держать и голову везде. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Рассудите. А ей даже нужны никакого нету баптистам, без платка, на кафере женщинам. Жены в церквах молчат. Эй, молитв, почему-то не церковь. Дальше. Прилично ли? Значит, они неприлично не знают никакого. Ну, вывод-то, толковать-то не надо ничего. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? И ничего нельзя сделать. Человек на этом остановился, а у Эна Кронштадтского волосы там, ну еще. Ну, а у Эна Златоуста под бокс пострижены. Ну, посмотри. Но если жена растит волосы, для нее это честь. А она, стыдно нет, она отстригла честь, она бесчестная. Так как волосы даны ее вместо покрывала. Ну, челку над олбом все время стрижет. Вот, бьется там Стерлигов, Герман. Ну, все знает, говорит. А жене не может никак у корот удачи, чтобы она не стригла челку. Нет. Не могу, говорит, и все. Другой муж такой прям богатырь. Ну, поднять утренную молитву жену не может. Вот и все. Вся ваша власть. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божьей. Не мы, верующие апостолы, не вся Церковь. А что спорить-то? Они спорят, потому что ничего не знают. А кто знает, тот возвещает истину. Посмотрите, как благочестиво одеты мусульманки. В наших общинах на молитве именно так. По два платка под булавку. Целомудренно и красиво. Ну, и показывай, где. Вот, посмотрите. За причастную молитву снимал Пащенко Владимир такой-то. И дальше дети, подготовка к причащению. Просто гляньте, как они одеты. Не как у старообрядцев. Если не замужем, то полголовы открыто. А потом, ну, она не замуж вышла. Ее уже 40 лет, 50, 70. И она без платка должна быть. Ну, глупости. Жена эта, женский рот. Еще она грудь сосет и должна быть в платке. Вот у нас так все и есть. А еще они уже не могут ничего. Контроль, из-под контроля вышли. Вот даже я мог бы здесь вот так чуть на край. Наклони вот так, подержи-ка. Повыше, чтобы я руку сунул. Где-то тут посмотреть, как-то бы хотелось. Вот он. Все попало. Надо мне это убрать. А что вы хотели нажать? Хочу, чтобы нажать на этот. Нажать надо. Не туда нажал. Вот. Не дает это мне. Ну, давайте я нажму эту кнопку. Вы ее не видите? Я не вижу ее. Давай. Контрол, нажи. Пустоту, видите, чтобы вот эта исчезла. Ну-ка. Контрол. Ну-ка. Все, теперь сразу открылось. Вот они сидят у нас. Дай там звук. Вот, посмотри, как одеты. Вот заходят. Это девушки. Вот девочка маленькая заходит. Все. Поглядь, она какая. Крахатулька заходит. Вот они идут. Какие красавицы. Их мусульмане сразу за своих признают. Такая не заходит. Я ни у кого больше ее в интернете, у православных не видел этого. Ну, посмотрите, как один. Взрослая, маленькая. Она маленькая. Вот Варвара стоит. Все, два платочка. Она уже приучена. Если не сейчас, то когда? Нет. И как они глядят. А женщины, говорят, тут были у нас американцы, завозили их к нам. Они, какие у вас женщины красивые. Я говорю, это платки красивые, а женщины такие же. Ну, просто посмотрите. Вот внимательно. Ну, теперь молиться будут людей. Как крестное знамя совершают. Как кланяются. Ну, и так понятно, что действительно красивые женщины. Красивые сестры у нас. Вот они молодые такие. Молоденькие. Все до одной. Почему? Порядок. А можно взять этот Кощев, Смирнов? Конечно, нет. Да главное не это. Главное сердце. Сердце. Да это откуда исходит? Со спины? Это из сердца исходит. Они понимают, что такое послушание Богу. Вот они все. Ну, не видели? Это прошлого у нас неделю занимались, сидели. Вот они. Ну, и все. Ну, и все. Ну, и все. Понятно, что не могут сделать. В интернете никого православных больше я не видал. Чтобы вот такая была строгость, чинность. Знали. Вот за 7 минут заходили в храм. Полное молчание. Не переступает ничего. Только вы стремитесь на молитву. Ничего не знают они. А так, дельцы от религии. А это труд? Да, это труд. Ежедневный труд. А знают они вам? Я называю прям конкретно. Что Смирнов это сделает? Да, конечно, нет. Главное сердце. Сердце. Ну, и покажи свое сердце. От избытка сердца, говорят, уста. От избытка сердца руки действуют. Ноги, глаза. Еще не посмотрели? Ну, давай еще маленько посмотрим. Вот. Теперь глянем. Все. Вот это все. То есть, как ты заходишь, ты как бы там всего боишься. Вот так вот. Плечи, голову в плечи втянула. Ну, и говорим. Ну, всегда, я тут не везде писала. Всегда заходите, здоровайтесь. Понятно? Здравствуйте, доктор. Ну, доктор отвечает. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Понятно? Посмотрите, какие у них платья. Вот они до полу. Все. Вот она сидит. Она уже выглядит, как христианка там. Ну, теперь надо только что обгадить, а плевать. Ну, впереди еще суд божий будет. Вот так вот создать. Ну, это дети всего лишь. Сколько тут не видно? Свет. Да, три, четыре, пять, шесть. Ну, там десять человек. Это на руках. Ну, покажите, если где-то в интернете есть. Может, я не знаю. Может, в Америке в этой целомудренной. В кавычках. Может, во Франции целомудренной. Это вот русские люди. Такие же самые. Вот она сидит маленькая. У нее платье, вон, куда идет до полу. Вот она сидит. У нее, если сядут какие-то женщины-то, и она ноги старается зажать, ее видно насквозь сидит перед мужчиной, перед Смирновым Дмитрием сидит, колено нога за ногу. У нее там все, видать, трусы какого света. Она даже никаких не смотрит. И с ним, который там, с кем бы ни беседовали, елейные голоса такие, все обман. Вот конкретная личность. Вот она одета как. Дальше начинаем. Ренатий Лапкин. Поступило сообщение, пока только устное, что Романа Малыша приехала в Потеряевку и увезла полиция в село Мамонтово, районный центр. От Потеряевки 56 километров. И там будто бы его арестовали на 15 суток, а потом сразу депортируют. Домой сюда, в свой контейнер, в поселок Потеряевка уже не вернется. Повторяю, что такое поступил телефонный звонок. Ну потом я вчера попросил, которые там жители Потеряевки, родители там здесь, позвонить еще раз. Подтвердили. Да так. Нам больше ничего не известно. Игнатий Лапкин. Этих попов могут назвать люди только по их действиям. Балагуры и обманщики. Это один ролик Смирнова. Я даю обзор темы о войне. Привожу из Святой Библии 106 выдержек. Тема одна о войне. Представьте, из Библии 106 раз. Он ни разу, ни разу, Смирнов выступает, а он по структурам этим силовым. Притом с разъяснением. Вот с разъяснением. 106 разъяснений даю. Дальше. Привожу в одной теме. 76 жития святых. 79 жития святых. С указанием времени жизни. И что сказали? Все в кавычках. Не просто сказал. Такое-то сказал. А именно открыта передо мной книга. Я перепечатал ее. Перевел ее в форму вордовскую. И потом беру и вставляю. Это какая работа по одной. А у меня ничего. Надо идти защищать. Дальше. То есть скопировано. Из житий. Цитирую 5 канонов из книги правил. Это тоже здесь. Целиком большие каноны. Также перепечатаны. Скопированы и вставлены в эту тему. 11 исторических событий и персонажей. Кто нападал Россию. Как Бог спасал. Так. Итого даю 201 свидетеля. 201 свидетеля. Итого даю 201 свидетеля того, что христиане не могут убивать никого. Но выступает отец Дмитрий Смирнов. И приводит что? Лучше его спросите. Ничего, кроме как положить душу. Не вытряхнуть душу из противника, но положить нужно. Положить нужно за врага душу. А ты душу из него вытряхнул, убил его. Да что тут непонятно так? Повторяю. 201 пример даю. Он ни одного не дает. Ну почему? А привыкли слушать. Пока все не будет разрушено. Вот они разрушители государства. И сидят, хлопают глазами, говорит. Ладошами хлопают. 201. Представьте, из Библии 106 выдержек. Не просто набрать где, а конкретно, четко, ясно, с неканоническими книгами. Если же говорю, что нужно крестить с полным погружением, и привожу 136 свидетельств из Библии, святой, из жития святых, из канонов святых. Понятно? 136. Вы вдумайтесь в эту цифру. Вы приведите хотя бы 6 свидетельств и поймете какой это труд. 136. А как материал? Я этот материал готовлю несколько лет. Книга-то у меня, Крестного православия, я 40 лет собирал материал. А не знаю это? Да, конечно, нет. Он сказал, побалагурил, посмешил и пошел дальше. Безбожники, губители. А попы только балагурят и напрополую врут про один рассказ, что где-то кто-то песком крестил. Значит, можно земелькой присыпать, и будет те самые... И будет где? Где, то есть, дескать, слово дескать сокращено. И будет как будто где? Настоящее крещение. Ну да. Разве это на равных? На равных. Я 136 свидетелей привел, он не одного. Так. В Духовном луге, издание Троица Сергия Лавры, 1915 года, страница 176... Заметьте, где название, кто издал, какой год, какая страница. А они, ну я скажу, какой, 55 лет, я слышу. Попы всегда, ну и песком крестили, и дальше нету, все, песком крестили. И ни один не показывает откуда, почему он не считал, он не знает. Ну друг от друга, вранье принимает и все. Бога не боятся, Бога не знают совершенно. Я привожу, запомните где, страница 176, не 175, и что там написано? На которую так любят ссылаться, мочители лбов, что дескать достаточно и одной капли воды, и даже слюны, и даже песком можно присыпать, и будет это все равно подлинным крещением. Все до одного, кто их так учил? А почему? Духа святого нет никакого. Вранье одно. Животолюбцы. Живут для утробы, Бога не знают. Ни в житиях, ни в правилах нет такого утверждения. Ну нигде нет это, а только у них. И главное, рядом протекает река, не будет крестить. В Киеве-то почему не крестить, где князь Владимир на крещатике-то? И вот как выглядит в действительности этот случай с присыпкой песком. Который показала 176 страница. Идя по пустыне, монахи обратили к вере молодого еврея, который потом тяжело заболел. Братья крестили его. Крестили в кавычках? Да. Песком. А когда пришли к епископу Дионисию, этот велел крестить крещеного песком еврея в воде. Крещеного в кавычках-то, то есть обманутого? Ни во что признав крещение в кавычках песком. Вот представьте, что за эти годы, ну допустим, сто или тысячи мне попадалось, и люди это повторяют. И ни один это не считает. Я вставляю везде, пишу, какой они на это не ссылаются. То есть безбожники. И что? Делаем вывод. То, что на балагурит поп, это до дверей не донесут. Дымное надмение мира сего. Вот так. Это я взял у Илариона Троицкого. То, что сказано на основании Святой Библии, жития святых, трудов святых отцов и на основании книги правил, этот труд будет жить до страшного суда. И там будет судить этих балагуров и доверившихся этим своим словам слеподствующей массой их прихожан. Конечно, не понравится так, я говорю. Но вы опровергнете. Андрей Кураев говорит, что Игнатий, ты, говорит, он ничего своего-то не сказал. Он просто поднял целые пласты, которые мы забыли. Да не забыли, а умышленно угробили. Игнатий Лапкин. Благодарю за прошлое и желаю вашего участия в новом деле. Вордовские проповеди выставить в Ютубе. Уже пошло дело. Вот теперь я объясняю, где, откуда, как. Даст программу, это повторяю, откуда опять посмотрел сюда. И дальше пишет. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю вас за доверие. Но от работы, по переносу ваших проповедей в видеоформат, возьму самоотвод. Самоотвод. Компьютер и интернет используют исключительно как рядовой пользователь. И всякая подобная деятельность для меня в этом направлении чуть превышает мои, в кавычках, компьютерные... Превышающие я. Превышающие мои компьютерные познания. Отнимают очень много времени и сил. О, он сознался. А вы думали, что он будет? Я знал, что он не будет. Он перегружен. Преподаватель в Академии Мирской. Преподаватель в Университете. Да еще ведет занятия, курсы, оглашения в Метрополии Красноярск-город. В то время, как для другого человека такая работа привычна и проста. Моя стихия, в кавычках, интеллектуальной беседы. Занятие, полемика с середиками. Если уж совсем никто не откликнется, тогда по мере времени и сил включусь, а пока послужу, с вашего позволения, на своем рубеже. Вот и как. Что значит грамотный человек-то? Он добавляет. По скриптум. Вновь активизировались волки, в кавычках, по вашу душу. Иной Тихонович лазает по дворам, в кавычках, подыскиваясь вопросами и изблевывая в своих сообщениях компромат, в кавычках, на вас и общину. И так понимаю, эти ревнители, в кавычках, гостят не только у меня. Сейчас, даже не просматривая все эти материалы, отправляю прямиком афедрон. Знаешь, что такое афедрон? Ну, в отход. В отход. В говно. Вот. И ссылается тут на ссылки, я все от него беру и как. А что говорить? Ну, а кто там? Ну, есть такие СД, они обязательно СД. Там, сват такой, куча жиру. Набросается на меня кто. Никакой ереси не представить. Все ереси в себя собрал. И что делать? Кого знает, кто и. И сразу на того человека нападает. Ну, маленько хоть и соразмерял там. И кому? Ему, к Юрию. Ну, ясное дело, что благословения нет. На Марьясова, там, на Сартисон. Он больше ничего не делает. 150 килограмм. Вот он я теперь... Вес его такой. А что, Маш? Да кафедрон. Вот 150 килограмм афедрона сидит и разбрасывает везде. Игнатий Лапкин. Сегодня вечером в храмах по всему миру совершается богослужение. Самое длинное и самое трудоемкое за год. Полный покаянный канон Андрея Критского. Можете приехать нам. Помолимся вместе, Игнатий. Это я написал Гордееву Михаилу Федоровичу. Ну, он в больнице только что вышел больной. Он поблагодарил. Рустам. Зачем это нужно? Разве что только для ленивых, которые читать не хотят. ПДФ или ворд. То есть, это... Ну, зачем переводить? А тем, что люди теперь доступны, легче прочитают проповедь. Это не одна, не две, а 1302 проповеди. Роман Фроликов. По вере вашей, да будет вам. Верить человек, что глаза портятся при просмотре через монитор, вот они и портятся. Поэтому нам заповедано быть, как дети, гибкими мысленно, духовно. Чтобы мудрые, полезные мысли принимать для себя, а вредные мысли не принимать. Полезные мысли – это мысли по Слову Божьему. Если что-то смертельное выпейте, то вам не повредит. Игнатий Лапкин. У меня есть несколько стихотворений, напетых Виктором Савченко, которые я называю проповедями в стихах, автобиографичны. Мне мнится, что если бы кто-то взялся за эти стихотворения и постарался показать их в натуре, пусть даже и не в виде талантливо снятого фильма, но кадрами, фото или частички видео, какие бы ни были, но чтобы каждое слово стихотворения воплотить, более наглядным сделать, о чем говорится, ну не оставляя ни слова без внимания. Я сейчас покажу это стихотворение автобиографичное. И хочу, чтобы кто-то, ну о чем я говорю, по шахтам, гротам. Слава Иисусу Христу! Это может быть поучительным для всех, кто желает подражать апостолу Павлу. Ну теперь о чем я говорю? Сейчас я вернусь к этому. Я эпигры взял. Филиппийцам 3.17. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Подражайте, братья, мне. И вот это слово, как-то ты его заглатываешь, оно просто даже не разоберешь его. Дальше. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом. Стреляет точно в лоб. На выходе и в ходе за обедом. Понимаешь, запятая стоит. На выходе и в ходе за обедом. Да не на входе за обедом-то. На выходе и в ходе за обедом. Это совершенно отдельно. Ко входу не имеет обед никакого отношения. Ты что, у порога обедаешь, что ли? Считай снова. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом. Стреляет точно в лоб и давит только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользнул, стрельба и яд, петля не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилье. Их совещание по тайным кабинетам, моим паролем, кличкой, псевдомимом, пропитаны обклеенные планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо, мимо. Их измотало. В горных перевалах, там след мой ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, полагам, отвалам. Полагам, отвалам. И следует святых, о ком я начитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед акриды. А штаб-квартира избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след выюхивает у кустов реки. Чтобы показали вот так, там, из-под руки. Я смотрю вот эти слова. Ну, хотя бы кадром. С биноклями в машине, как сейчас вот сделали. Там, дядя Вова, мы с тобой, там, ребятишки поют. Ну, и говорят еще, мы, ракеты там летят. Ну, вот это показать, стихотворение. Ты видишь, какое насыщенное событиями. Моя погоня. Показать, как они гонятся. Гнались до упаду. И показать, как они спотыкаются и падают. Я отошел. Не достигаем вам. Не достигаем вам. Отошел. Я умер. Я на той стороне. Прощай. Земля. Азарт. Закон. Ограда. Мой труд. Следы. Читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житий не пройден. С той стороны земли на все гляжу. 28.05.02. Игнатий Лапкин. Марка 12.30. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Это эпиграф и послесловие. Ну вот, показать, как теперь. Там нажми, подними, а я тут щелкну еще. Виктор Николаевич, нажми где-то нажимал, не урони. Вот, посмотрите. Он музыку написал и сам поет, и исполняет. Это мы на кухне. 1 октября 2014 года. Вот Игнатий Лапкин сидит, его стихи. Сейчас мы будем. Виктор Николаевич Савченко, он будет их напевать. Это музыку составил к ним. Пример к себе своим воображением. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в хобби за обедом. Встреча стреляет точно в ног и давит только вниз. Задача выжить ни одной победы. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со зматоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Хотя, как знать, когда я ускользну. Стрельба и яд, петля не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег. Выстели и бесили. Их совещания по тайным кабинетам. Моим паролям, кличке, псевдонимам. Пропитаны, отклеены планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо, мимо. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со зматоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Их измотало в горных перевалах. Когда след моей ступни не распетлял По шахтам, гротам, балкам, отвалам. И следует святых, о ком я начитал. Мой бег, мои рубежища старина. Со мной доик, беженый саул. Они разведали, что ем я бьет акриды, А штаб-квартира избран барна. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со зматоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Я с Моисемем на своей вершине В последний раз смотрел из-под руки. Враги с собаками, с белоками в машине Мой след вынюхивает кустов реки. Моя погоня к нам из долбану Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, окрада Мой труд, следы читайте по слогам. Прощай, земля, азарт, закон, окрада Мой труд, следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со зматоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со зматоустом путь житийный пройден. Я с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Засеять поле, застолбить межу. Засеять поле, застолбить межу. Вот так. И вот это вот вырази бы, ну о чем говорится в картинках. Вот то сумел бы сделать, я об этом стихотворении уже задумывался не раз. Ну можно как-то сделать бы. Да. Ну вот так. Дальше. Добрый плотник. Ваши стихи, в особенности с местами из Святой Библии, для меня пока недосягаемы. Если делать, то делать нужно очень сильно. Потому что сделанный ролик, всяк так, не будет нести Божий посыл правильно. Не хотелось бы дать врагу на посмеяние ваше наследие. Так как вижу я, пока нет возможности его сделать чисто, технически. Буду молиться, чтобы Господь сподобил меня на это дело. Вдохнул вдохновение и присутствие его. Спаси Христос. С расположением, с каким Господь все это показывает. Ну и показать надо наши ресурсы, чтобы увидели люди еще раз. Это мой мир. Вот он, мой мир. Я переношу сюда почти все ролики. Вот все время тут ролики идут. Вот это наши, не чужие наши. Сколько здесь роликов уже видео? 9 055. 9 055. Ну, у нас больше 1200 больше на Ютубе. Оттуда я переношу, туда выставляю. Там еще 10 250, примерно, роликов там. Ну и очень большой у нас ресурс, умно составленный. Это форум православный. И во свете Библии, вот тут главные ответы, вопросы. Показали теперь, там кто-то златоуста насчитывает. Ну, как-то теперь делаю. Да, действительно. Ну, сколько уже лет-то прошло. Представь, я в 80-е, начале 80-х, к 80-му году было насчитано. 20, 37 лет назад. 37 лет. Сейчас только появляется и где-то. Ну, чего не насчитать? Это никто не насчитывал. Никто не знал и не знал златоуста, каноны, правила, Библию, добротолюбие, жития. Это все насчитывало. Теперь появляется, ну, при этой технике, лучше. А у меня, что там было взято в КГБ, там, держали, портили, стирали. Оттуда беру теперь цифру и поставлю. Ну, это моя работа. Вот так. Интересно, когда, ну, еще показали, архипелаг ГУЛАГ. Первое было 20-летие или что они? Да, где-то так. Первые главы архипелага ГУЛАГ, Солженицына Александра Ивановича, Новый мир напечатал. Только появилась статья и тут же опровержение. Они где-то в российской газете. Кто не знает российская газета, учредитель ее, ну, кто издает, это правительство Российской Федерации. Это газета номер один. Там парламентская есть, там пониже маленькая. И там говорят, что это неточность. Ровно на 10 лет, на 10 лет, страну наполнил архипелагом ГУЛАГ, насчитал ее и показывает на меня. И показывает тот, который здесь живет. Тепляков Сергей Александрович. Кочевникам он, когда по эпиграфам показывал. Ну, вот так. Это вот наш православный видеоканал во свете Библии. Я тут не могу понять, как узнать, сколько время. А! Где тут цифра-то? Я не вижу ничего. 42 минуты. Все, пока на этом, на сегодня.